Выставка соединила в себе два вида изобразительного искусства – графики и скульптуры. В публике представлены картины Александра Ананина из собственного фонда выставочного зала и скульптуры из угля Игоря Суворова. В нашем фонде находятся 144 работы. 32 работы сегодня представлены на выставке. Это отобранные работы, по нашему мнению, наиболее яркие, может быть, достойные, да, выйти первой выставкой. Александр Михайлович Ананин – график и живописец. Большую часть своих работ он посвятил горному Алтаю, который был в его мастерской без малого 40 лет. Выставка прекрасная, работы по-настоящему волшебные, от них вид неким вайбом, можно так сказать. Я узнала много техник из этих работ. С этими техниками я не была знакома. Линогравюра и литография очень красивые. Я надеюсь, что я в своей жизни еще испробую эти техники. Особое внимание заслуживает творчество мастера резьбы по углю и дереву из города Топки. Суворов Игорь Иванович – единственный мастер в России, который работает с таким сложным и необычным материалом, как уголь. Практически 20 лет Игорь Иванович вырезает уникальные скульптуры из угля. В умелых руках мастера куски черного золота превращаются в настоящее искусство. Вообще присматривался давно к углю. Он красивый на самом деле уголь. Он очень красивый. Еще если его рассматривать не как уголь, а как материал, которому миллионы лет, это же вообще шикарно. То есть я режу и под ним, может быть, мамонт спал. А я из этого куска режу, что-то, это же здорово. Работа с каменным углем доставляет немало хлопот. Он очень хрупкий и маркий. Как признался сам автор, идеи для творчества ему подсказывают камни. Просто берешь камень, смотришь на него, он раз, так там уже видно. Его надо понять, его надо почувствовать, узнать. Я сейчас счастливый человек, потому что это мое хобби, мой заработок, все в одном, это здорово. Эта выставка нам очень запомнится надолго. Это, конечно, скульптурами из угля. Потому что вот мы разговаривали с автором этих скульптур. Действительно, не поняв уголь, не почувствовать ее природу, невозможно создать такие произведения искусства. Выставка «Алтай-Кузбасс. Величие гор, богатство, недр» открыла экскурсантам удивительный колорит бескрайних сибирских просторов и огромный природный потенциал этих земель. А работы авторов просто пропитаны величием и мощью нашей Родины, ее богатством и многообразием. Выставка будет работать до 16 сентября. Вход свободный. Рена Беляева, Василий Обухов, Реоленинск.